Ну что ж, я хочу презентовать проект, который называется Меморандум Терем. Это очень интересный проект, он вызревал практически последние два года и по кусочкам складывался из многих-многих-многих проектов. И в какой-то момент я вдруг понял, что это фактически отдельный, можно сказать, отдельный проект. Что такое Меморандум Терем? Что такое вообще слово Меморандум? Меморандум – это протокол о намеренных. Меморандум – это записанный документ, в котором люди говорят о своем намерении. Намерении что-либо делать. И вот тогда, думая о том, что... Точнее, я по-другому скажу. Я скажу, что в Меморандуме есть главная цель. И цель – звучит следующим образом. То есть Меморандум Терем. Главная идея Меморандума, она заключается так. Мы строим Терем. Где Терем – это апплиатура трех слов, территория исполнения мечты. Что такое Терем? Терем – это сообщество сильных, свободных, независимых людей, где каждый идет к своей личной цели, по пути, взаимодействует, помогает друг другу. Это определение, что такое мы строим Терем. Что такое Терем? Терем – это сообщество людей. И вот тогда, на пути исследования, мы об этом договариваемся. Мы намереваемся. Намеревать Меморандум – это намерение. Каждый говорит намерение. Мы об этом намереваемся. И тогда нам нужны некоторые вспомогательные правила. И что такое Меморандум? Меморандум – это девять намерений, о чем люди договариваются, когда начинают проект. И первое, если цель Меморандума, то есть мы договариваемся, мы строим Терем, это сообщество сильных, свободных, независимых людей, где каждый идет к своей личной жизненной цели, взаимодействуя, помогая в пути друг другу, то тогда первый пункт, он об этом, о чем он? Он про эмоциональный комфорт. То есть мы говорим о том, что на пути исследования для нас важен эмоциональный комфорт. И мы говорим о том, что эмоциональный комфорт должен присутствовать в каждый конкретный момент времени, всегда, здесь и сейчас. И если по пути взаимодействия у нас нет эмоционального комфорта, значит мы либо прерываем коммуникацию, либо останавливаемся и восстанавливаем эмоциональный комфорт. То есть мы вводим такое понятие, как эмоциональный комфорт. Он должен быть в каждый момент времени у каждого человека, что бы мы ни делали. Фактически все девять правил являются следствием вот этого. Мы строим Терем. И следствие первое – эмоциональный комфорт. Следствие второе – это у нас нет навязанных обязательств. Нет навязанных обязательств. Нет навязанных обязательств ни прямых, ни косвенных. Что такое обязательство? Обязательство – это когда один человек другому говорит прямое. Прямое – это как? Иди и сделай вот это. И если я говорю «иди и сделай вот это», это навязанное обязательство прямое. То есть человеку не хочется это выполнять. И мы говорим, что как бы следствие, у нас нет навязанных обязательств ни прямых, ни косвенных. Прямые – это я тебе говорю «иди и сделай вот это». А косвенное – это когда мы о чем-то пообщались, каждый пришел домой. Допустим, вы пришли к себе домой и подумали «эй, это я сейчас вот это должна делать, а этого делать не хочется вам». И если это вам делать не хочется, это называется косвенное навязанное обязательство. То есть мы о чем-то поговорили, и вроде бы как теперь я должна делать вот это, а мне не хочется. И вот это навязанное обязательство, и мы говорим, у нас нет обязательств ни прямых, ни косвенных. А что у нас есть? У нас есть ответственность. А что есть? Есть ответственность. Пункт третий. Ответственность, которую каждый возлагает сам на себя. Ответственность человек берет сам на себя и сам кладет ее на себя. И мы говорим, что ответственность у нас бывает трех видов. Ответственность, которую человек берет сам на себя, ответственность записанная, человек взял на себя ответственность и записал об этом, сказав всем, какую ответственность он берет на себя. И третий вид ответственности, это так называемый волшебный пинок. Я взял на себя ответственность, но мне нужно внешнее вспомогательное воздействие, чтобы мне помогли эту ответственность выполнить. Допустим, я взял на себя ответственность каждый день делать зарядку и прошу супругу, если я утром встал и не делаю зарядку, ты что-нибудь скажи мне, ну ты что-нибудь там, давай иди делай, ну и так далее. То есть спряхни меня. Любым способом. И это называется волшебный пинок. Ответственность я взял на себя, я ее несу сам и прошу другого человека помочь мне нести мою ответственность. Называется волшебный пинок. Четвертое. Мы всегда структурно записываем договоренности. Мы намереваемся. Да, мы всегда намереваемся, так как это у нас меморандум, все меморандум. Мы намереваемся всегда структурно записывать договоренности. То есть, во-первых, мы всегда записываем договоренности, о чем бы мы ни договорились, нам важно это записать. Нам важно записать это не для того, чтобы друг друга проверить, а просто для того, чтобы запомнить, о чем мы договорились. И структурно подразумевается, что мы не ведем линейную, мы договариваемся о чем-то главном, потом договариваемся об этом, потом договариваемся об этом, потом договариваемся об этом. То есть мы понимаем, что наши договоренности имеют структуру, структурную договоренность. И мы каждую эту структуру, мы эту договоренность записываем. Для чего? В первую очередь для того, чтобы если мы о чем-то хотим передоговориться, мы точно знали и понимали, о чем мы хотим передоговориться. И тогда, когда мы передоговариваемся, мы допустим меняем вот этот квадратик. Мы передоговариваемся и вместо него говорим, что сейчас договоренность будет вот такой. И когда у нас все договоренности записаны, мы очень точно понимаем, о чем мы передоговорились. Это первое. То есть первое, мы записываем, чтобы не забыть. Второе, мы записываем структурно, для того, чтобы когда мы передоговариваемся, а мы всегда будем передоговариваться, всегда, договоренности действуют в рамках чего-то, ну любой проект имеет начало, стадию и окончание, чтобы мы знали, о чем мы передоговаривались Пункт пятый, он касается приема решений, как мы принимаем решения? Принимаем решения, когда мы принимаем решения, мы используем вот такую модель, принимая решения, мы всегда очень четко видим образ того, чего мы хотим получить в итоге, выражаясь терминологией триза и кр, идеальный конечный результат При этом понимаем варианты, которые у нас сейчас есть перед носом, альтернативные варианты решения, которые у нас есть перед носом, и видя образ того, что мы хотим, мы выбираем тот вариант, который мы считаем на сейчас приемлемым Мы всегда принимаем решения, исходя из альтернатив всех решений, которые сейчас могут быть на данный конкретный момент, и всегда видя и понимая образ того, чего мы хотим, куда мы идем в принципе Так мы принимаем решения Шестое, мы всегда четко прописываем распределение и движение финансового потока Шестое, финансовый поток Мы расписываем финансовый поток, и в результате у нас есть финансовая ясность, и есть финансовые роли То есть финансовая роль, мы понимаем, что вот в этих деньгах, которые приходят, я делаю вот эту финансовую роль То есть некоторые действия, ту ответственность, которую я взял на себя, привязаны к деньгам Финансовая ясность, у нас всегда есть финансовая ясность, понимание того, сколько денег приходит, сколько денег уходит, куда тратится, каким образом аккумулируется Что будет, когда мы продадим проект, что будет, когда кто-то придет, что будет, когда мы обанкротимся Все, что связано с деньгами, мы всегда прописываем, вот как раз структурные договоренности И деньги мы всегда распределяем с входящего потока То есть деньги заходят и распределяются внутри команды Мы стремимся к тому, чтобы деньги распределялись с потока У нас нет зарплат, у нас нет окладов, у нас есть проценты распределения входящего потока Седьмое Заходя в проект, мы всегда убеждаемся в том, что у нас есть... Мы всегда убеждаемся в том, заходя в проект То есть мы говорим деморандум И здесь мы подразумеваем, что мы можем заходить и в другой проект тоже Можем заходить в 10, 15, 20 проектов И заходя в проект, мы всегда убеждаемся в трех вещах В трех вещах Первое, мы знаем правила, по которым работает данная группа Правила, по которым работает группа Второе, мы видим свою роль в деятельности этой группы И третье, мы видим, как то, что мы делаем в рамках этой роли Ведет нас к тому, что нам важно в нашей жизни То есть ведет нас к нашей цели И вот это фунт 7 Проверка 1, 2, 3 Она очень важна То есть еще раз, заходя в чужой проект Я ознакомлюсь с правилами, которые существуют в этом проекте То есть вот с этими структурными договоренностями Я вижу свою роль в этом проекте Беру на себя ответственность И я понимаю, как то, что я делаю в этой роли Вот в этом проекте Ведет меня к тому, что я хочу в жизни Это седьмое Восьмое Мы договариваемся встречаться не реже одного раза в две недели То есть как бы оно ни было Мы всегда встречаемся Не реже одного раза в две недели Встречаемся, общаемся То есть встречаемся, общаемся И последнее Подписание данного меморандума Не накладывает никаких обязательств друг на друга Кроме тех, которые каждый посчитает нужным Возложить сам на себя То есть подписание этого меморандума Не накладывает никаких обязательств То есть мы еще раз подытоживаем Итог, можно сказать, итог Мы еще раз подытоживаем Что, что бы ни происходило О том, что мы намереваемся жить вот так Не накладывает никаких обязательств друг на друга И в рамках Вот это меморандум и мы его сейчас подписываем в рамках сибирской артели, проекта сибирской артели. Я, наверное, перенесу этот меморандум в Клуб Терем, он у нас сейчас там из двух пунктов состоит, а возможно будет состоять из девяти пунктов и вот таким вот образом. И вообще роль этого меморандума – это наступает эпоха Ведеса, то есть это другой способ жизни. И это, можно сказать, попытка того, а по каким законам мы будем жить, и как мы будем жить в этой новой эпохе, эпохе Ведеса, эпохе купеческого слова. И вот один из вариантов – это девять таких вот простых правил, которых мы намереваемся придерживаться. – Ну, два момента есть вообще супер. Нравится, если вам вопросы? – Да, я вам как раз. – Ну, в порядку. Вообще, целиком супер. – Вообще, нет никаких. Значит, ну, как бы небольшие такие углубления. Что такое эмоциональный комфорт? – Эмоциональный комфорт – это эмоциональный комфорт. Это комфорт на уровне эмоций. – Да. Вопрос не случайный. – Да. – Вот в нашей группе, например, было несколько человек, для которых эмоциональный комфорт заключался в наличии раздражителей и преодоления. – Давай так. Кто устанавливает эмоциональный комфорт? – Смотри. – Сам человек. – Я понимаю. Эмоциональный комфорт. То есть, если мы делаем… Ну, так всегда. То есть, система, в которой нет раздражителей, она мертвая. То есть, эмоциональный комфорт – это личное дело, каждое, с одной стороны. – Да. – С другой стороны, эмоциональный дискомфорт служит двигателем команды и проекта. – В том случае, если человек понимает, что его эмоциональный… – Он может ничего не понимать. Но если команда, группа, я вот на семинаре говорила, группа все выдерживает. В том числе, и если возникают вот эти вот подвижки разные, да, то вообще это на самом деле сильно на пользу дела. – Я согласен с тобой, но здесь вот это право, я тебя слышу, я с тобой согласен, но вот это право, оно дает что человеку? Кто устанавливает эмоциональный комфорт? Только сам человек. Если человек, я думаю, что у тебя были экологичные правила в группе, я думаю, что если бы человеку было настолько дискомфортно, что что бы там и так далее, у тебя были правила, помогающие ему выйти из этого состояния. И в любом случае, то, что ты делала, было экологично. Так вот, когда я говорю про эмоциональный комфорт, здесь я говорю, что у человека есть это правило очень простое. Что если то, что происходит, он может быть мне сейчас эмоционально дискомфортно, и это означает, что прерывается то, что идет, и у него есть это право. – И тогда человек ничего не получает. Я предлагаю просто эмоциональный комфорт заменить на экологичность. То есть группа выдерживает любое напряжение, любые конфликты, умеет… – Но здесь есть определенный настрой. – Я понимаю, хорошо. – Да, я тебя слышу, да, я тебя слышу, и я согласен, что без определенного напряжения каких-то вещей не преодолеть. – Ну, то есть это теперь для раздумий. Ну, как бы, я тут не собираюсь ни на чем настаивать. Я просто привела пример и просто буквально… Если бы не было этого дискомфорта, то неизвестно, как бы пошла работа. То есть он очень сильно на группу повлиял. Это вот то, что я вижу в пункте 4. Ну, с моей точки зрения. Я знаю, что ты туда вкладываешь, да. Но мне показалось, что если взять системный оператор и совместить с С-образием, то у нас получится совершенно классное, ну, как бы, структурирование на все этапы. И вот наличие ЭКР, оно будет разное тоже для вот этих этапов. Ну, это бы еще больше структурировано, если бы… Ну, вот то, что я могу, например, сделать для… Одно другому не противоречит никаким образом. Ну, просто к тому, что для меня структурированность – это добровольное занятие местных систем, согласие с этим местом и признание других мест. И вот это очень важно. Стоп, стоп, стоп. Еще раз. Структура – структурные договоренности. То есть мы договоренности записываем, записываем всегда, о чем бы мы, что бы мы ни проговорили, мы ничего не оставляем на словах. Я слышу тебя. Но… Я слышу тебя. И я понимаю, что ты говоришь про договоренности. Я говорю про место в структуре. Это по 07, получается? Нет, по 07. Слушай, структурные договоренности – это не орг-схема, не орг-структура. Слушай, смотри, структурные договоренности… То есть это кодекс. Я понимаю, что это кодекс. Это не о роли человека. Вот тогда… Эта идея, вот эта 4, она не о роли совсем. Смотри, тогда где-то должно быть о роли. В принципе, пункт 7. Он повторяет, но он проецируется на входящего человека в группу. Вот там, где… Он говорит, он понимает правила взаимоотношений… Это другое. Вот это все то, о чем говорит Денис – это коммуникация. И это имеет свое место. Но кроме этого, должно быть еще понимание структуры и куда он заходит, и признание всей остальной структуры. Смотри, может быть, я недостаточно хорошо изложил, но в том, что я здесь подразумеваю… Оно подразумевает, что когда мы заходим в другой проект, вот 1, 2, 3… То есть я понимаю правила, которые есть в компании, в проект, в который я захожу. Я вижу свою роль, и я вижу, как то, что я делаю, ведет мне к тому, что я хочу. И роль-то человек берет на себя добровольно. Смотри, если в проекте как бы не существует… Ну, хотя бы есть момент прихода в систему, есть очередность. Как бы вот очень многие проекты не имеют развития или еще чего-то, потому что там не складывается структура, хотя могут быть договоренности. Вот, понимаешь, структура, ну, если вот вода жидкая, она жидкая, замерзла, она уже твердая. Есть определен то, что делает структура, это способно. То, о чем ты говоришь, то есть я понимаю, что… Я не рекомендую как, ты просто говорю… Я понимаю, но вот все то, что ты говоришь, как это сделано, чтобы заработало, это уже выбор РП, руководителя проекта. То есть еще раз, мы строим телем, это общество сильных, свободных, независимых людей, где каждый идет своей личной целью, жизненной целью. И часто та цель, к которой человек идет, это, собственно говоря, понимание этого мира, проживание какой-то части этого мира через проекты, через собственный опыт. И я хочу сказать, что плохо, когда… Я хочу сказать, что у человека есть его этап движения, есть его путь и есть его проживание, его проекта. И я говорю о том, что вообще нет правильного. Нет такого понимания, как правильно развиваться, при всем моем уважении к ТРИЗу, нет такого здесь понимания, как правильно развиваться структурам, или как правильно развиваться системам. Нету. Я его не вставляю сюда как закон. Я говорю, что… Но это не означает отсутствие ТРИЗа. Если человек хочет принимать существование законов развития систем, если он готов к этому знанию, он может это взять, и это не противоречит ничему. Но я не хочу вставлять сюда что-то, чтобы это было в виде навязанного, чего-то навязанного. Вот смотри, эмоциональный комфорт мы вставляем… Эмоциональный комфорт определяется самим человеком. Смотри… То есть только самим человеком. Я не хочу как бы, да, здесь… Твое право, твой этот сам проект. Я просто хочу сказать, что если мы вставляем нечто, что помогает, в том числе и капитану и команде, быть более эффективным, понимание, что структура должна быть выстроена, структурно-функциональная вот эта штука, так или иначе, то, по крайней мере, человек об этом задумается. Как он ее будет строить, как ты говоришь, это уже его дело. Если он структурирует, ну, договоренности, то, вообще-то говоря, он должен понимать, как одни договоренности соотносятся с другими. Вот то, что ты им прорисовал. Это вот мое предложение просто, чтобы сделать это простым. Вот системный оператор, например, он дает возможность сделать это просто. Как в твоей схеме. Куда записывать его? Тогда человек начинает что-то соображать. Понятно? Нин, вот смотри, ты говоришь, я, вот еще раз, мой посыл здесь, мой посыл здесь, начальный, он такой, что что бы ни происходило, у человека уже все в порядке. Уже все в порядке. Смотри, у человека все в порядке. А в бизнесе может быть совершенно все в порядке. Да и шут с ним. 90% бизнесменов не развиваются, потому что им комфортно в этом состоянии. Я не спорю. Так мы, как бы, шашечки или ехать? Если мы собираемся здесь ехать, то тогда мы должны... Стоп, но никуда не собираемся. Мы никуда не собираемся. Это сообщество, сообщество сильных, свободных, независимых людей, где каждый идет к своей цели. К своей, личной, к своей. И какая она у него? Это ему только, он сам решает. И, соответственно, парадигмы, в которых он называется, он сам решает. Нет навязанного правила извне, которое говорит, что как правильно. Или что, уже пора ехать. Или что, уже пора ехать. Он сам это принимает. Сам. И сам решает. Сам решает. То есть, поэтому... Сейчас в том том, что ты проговариваешь, я не говорю, что это не правильно. Я просто говорю, что то, что ты проговариваешь, является уровнем добавочный. То есть второго порядка. То есть, дальше структурно... Я говорю, что надо записывать, мы договоримся записывать. А дальше, если мы, записывая их используем 9-ти экранный, 9-ти экранный куб допустим, то вау! То есть, сам человек принимает решение. Я просто, говоря сейчас тебе, говорю, что очень сложно просто записывать. У меня 90% энергии почему-то уходит на то, чтобы остановиться, когда ты бежишь по жизни, сесть и записать то, о чем мы сейчас договорились. Ну, видишь, если бы, например, я фантазирую, если бы записывание было смысленное и понятное куда, и ты понимал, что через шаг из этого выйдет, то я думаю, что записывание стало бы легче. Просто записывать отличается, записывать для своей пользы вообще принципиально. Я тебе серьезно понимаю. Я с тобой согласен. Я слышал, что ты против всякого там типа навязка. Нет, дело в том, что я в своей компании с 2004 года веду кодекс. Веду, понимаешь, веду. А это означает, что я не думаю о том, чтобы записывать, я веду его. Вот уже с 2004 года это уже восемь лет. Восемь лет я записываю все. И я понимаю, что ты предлагаешь хорошее право, но оно не работает в жизни, не работает. Оно хорошее, оно правильное, но оно не работает. Не работает, потому что человек просто не берет и не записывает. Я говорю, хоть что-то, давай хоть просто пишем. Мы собрались и сказали, что ты какое последнее слово сказал. Я сказал последнее слово тахта. Вот, давай напишем. Мы собрались и сказали тахта. Даже это сложно. Очень сложно выйти на уровень осознавания и понимания того, что происходит сейчас. Это сложно. Это легко, когда мы все вместе настроились, себя взбодрили и говорим про это. Но в реальной жизни, вот в реальной жизни, обыкновенному человеку сложно. Сложно. Сложно без понимания зачем это. А понимание зачем, собственно говоря, это вопрос того, какая моя жизненная цель. Зачем? У тебя может быть любая жизненная цель. Но если ты понимаешь, что от того, что ты записываешь, твоя цель там ближе становится, дальше, осмысленней, да? Если ты это почувствуешь, то тогда для тебя записывание станет вот как системный операторский мир, да? Написали, потом целый день делали. Правильно? Людмила, это же отдельно выделенный формат. Он там, он так работает. Я к тому, что можно... Это он отлично работает. Но в жизни, в жизни, когда вот мы каждый день встречаемся, взаимодействуем не одну неделю, а месяц, два, три. Год. Это сложно. И я еще раз тебе повторяю, но мой опыт это сложно. И сложно просто записать, уж не говоря о том, что там что-то дальше. Значит, я как бы вставлю свои три копейки, нисколько не оспаривая там, что понятно, что это выстраданное, и рабочее, и все прочее. В свое время один из наших учеников, Глеб Архангельский, создал все вот эти подсказки и то, что, так сказать, помогать-то я меньше. А, Архангельский, да, вспомнил. Любая формализация этого процесса, я, собственно, за формализацию только того, чтобы было, условно говоря, ты зашел в нашу команду, да, тебе предлагают, ты можешь это не брать и не делать. Тебе предлагается некий формат, чтобы ты определился где-то и туда записывал. И там какая-то, ну, типа, подсказка, что зачем тебе это надо. Все. Что? Ты можешь этим не пользоваться. Можно, да, не приходить? Можно. Но это было бы подсказкой. Я вот только про это. Здесь может быть не один, здесь может быть тысяча форматов как, но человек, чтобы понимал, зачем это записывать. Одно дело вспомнить наши договоренности, другое дело, когда это имеет управляющее, так сказать, управляющее действие. Ну, ты покажешь свой вариант, что ты здесь подразумеваешь. Я правда, да. И… Ну, это то, мы с тобой много об этом говорили, что… Сейчас… Есть скривая, да, и, соответственно, договоренности, в зависимости от этапа, они имеют разную структуру. Вот. И там одни, потом они там развиваются, потом они переходят в другие. И тогда ты можешь… То есть ты видишь, что вот накопилось столько-то. Так, начались конкретты, давай разделим. То есть человек тогда понимает, что это управляющее действие здесь идет. А, Глеб, я вот беру только вот эту вот штуку. Я слышу, что ты говоришь, и мне понятно. Ну, это следующий этап. То есть идея записываем, а следующий этап – идея записываем, записываем структурно, и ты говоришь, что записываем структурно определенным образом. Да, каждый здесь понимает, что каждый может разработать свой, и тогда, можно сказать, расписываем структурно с целью. И тогда смысл приобретается. Понимаешь, да? Это дальнейшее развитие идеи и мыслей. Да, я согласен. Понапрягались. Понапрягались чуть-чуть. Нет, мы как бы… Мы еще даже не подрались ни разу. Нет, ну драться-то ладно, просто напряйся же. И второй момент – вот там, где у нас альтернативные варианты и путеводная звезда. То есть я бы продлила дальше это до предназначения мессии. Ну я упростил, то есть здесь подразумевается, что… Да, 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 да. То есть то, чего мы достигаем… Да, 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 да. То есть есть вот дерево, есть дерево целей. Дерево целей, и мы видим, что оно есть. То есть построить дерево целей для человека – это вау, фантастика. Ну после дерева, то есть направление, как и подобная звезда. Да, да, да. Хотя бы одна, а здесь как бы тоже. То есть ты углубляешь идею и говоришь, что это должно быть дальше. Ну я хочу к тому, что мы можем из альтернатив выбрать ближайшего, а она может нас уводить от углубленной цели. Вот это что. Я хочу заработать денег для того, чтобы… А потом выясняется, что мне вообще не денег надо, а мне вообще нужно совершенно другое. Какое тоже может быть? Я здесь снова, то есть как бы включаю очень минимальный простой уровень, да, потому что мы часто… То есть то, что ты говоришь, я хочу заработать денег – это не цель, да? Это оно… Как не цель, для многих… Нет, это вот такая шора перед нормами, собственно говоря. Это не цель. Я хочу заработать денег для путем того… Ну вот для – это уже цель, да? То есть на самом деле цель является для. А деньги – это один из шагов для того, чтобы… Вот, я здесь говорю о том, что очень важный уровень, при котором, чтобы люди вообще заходили за… То есть что является конечным результатом того, что я здесь делаю. То есть простраивали себе этот образ. Потому что часто мы не делаем этого, совсем не делаем. Мы видим то, что вот здесь ты перед носом, не видим… Видим одну-две, смаемся среди этого, не спрашиваем себя про альтернативы, и не спрашиваем себя, что мы, собственно говоря, хотим в итоге здесь. То есть совсем этого не делаем. Я говорю здесь, вводя вот этот пункт, принимаем решение, я ввожу, что… А вот то, что ты говоришь – это уже в следующий уровень. Более высокий. Спасибо. Я поставил сразу высокий уровень. То есть вот эта идея, Андрей, что я вот здесь застряла, и все-таки… Потому что это, как у нас сообщество, свободно дальше… Свободных, сильных, независимых. Сильных, свободных, независимых. У меня право выбрать вот эту звезду… Здесь своя, своя звезда в проекте. Своя, своя, своя. И у нее, может быть, разные стадии проекта. То есть вот как Денис когда рисовал, то есть там первая у нас сейчас, первая звезда – это опытный образец. Следующая звезда – это малосерийное производство. Это и есть вот эти звезды. Видите, вот образ достигающего себя. Последняя замена нефти. Последняя замена нефти. Экологичная. Окей, окей. Супер. Так, ну что ж. Спасибо вам. Спасибо вам. Спасибо вам.